На пробу почетным гостям ярмарки и рыбник, и ягодник. Гостеприимная хозяйка Хлебосолов не жалеет. Стол с самоваром и яствами накрыла богатый. Для всех желающих пироги с капустой, картофелем, мясом и, конечно, чаепитие по всем традициям русского севера. Как на центральных площадках готовы Волокжан и туристов развлекать, гости почетные проверили лично. И чем славится Волокда, то на лотках, да в палатках. Лен, кружево, деревянные поделки. Угощают, дарят, продают. И сама областная столица, как именинница, была готова подарки принимать и поздравления. Мы сегодня празднуем этот праздник. С нами все те, кто верит в великое, замечательное будущее нашего города, нашей любимой красавицы Волокды. И я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Всем желаю оптимизма, удачи, счастья. Да здравствует Волокда, да здравствует Волокжане. Ура! Главе города Евгению Шулепову Олег Кувшинников вручил Вологодскую снежинку из череповецкой стали, как символ единства двух городов. И, конечно, добрые слова прозвучали в адрес жителей областной столицы. Волокжане, которые своим самотверженным трудом делают все, чтобы наш город изменялся к лучшему. И сегодня я хотел бы поблагодарить вас за ваш труд. Сказать вам слова большой благодарности за то, что вы делаете для города. Потому что, кто бы ни приезжал в наш город, все отмечают, что Вологда с каждым годом становится все краше. Еще один оригинальный подарок, как автору идеи строительства самой высокой деревянной горки в стране – огромные ледянки. Их вручил градоначальнику Георгий Шевцов. Самая главная ценность в том, что здесь живут замечательные люди – мудрые, добрые, трудолюбивые, которые своим трудом благоустраивают и создают материальные ценности. И в Вологде сегодня есть чем гордиться. А эту монетку Евгений Шулепов сделал сам из латуни. На ней изображена Вологда. На память о праздничном дне – уже ответный подарок губернатору. Пушечными залпами коч Вологда открыл речную регату. Следом – теплоходы и другие суда. А на палубах – настоящие концертные площадки. Но, пожалуй, самое впечатляющее – выступление флайбордиста. Он, как дельфин, появился неожиданно из-под воды и поднялся вверх на несколько метров. А еще любезно брызгал прохладной водой всех отдыхающих под палящим солнцем. Из трех видов рыб – семги, судака и стерляди. С овощами, несколькими видами перца, да на мясном бульоне. Уходит царская почва Леволокжа на фестивале «Рыбацкая кухня». Разгуляться гостям и горожанам было где. Развлекали сразу на нескольких площадках. Седьмой канал от всей души с любовью поздравляет с днем города. Признаться в любви в Вологде, а заодно получить приз и от души потанцевать смог каждый. Музыкальное шоу программы от Седьмого канала и радиотрансмиттеров на душном не оставило никого. Кульминацией масштабного торжества стал салют. Он озарил ночной город сразу с двух площадей. Ирина Барышева, Игорь Трифонов, Николай Замараев, Новости Вологды.